Василий, поздравляем тебя и хотим узнать несколько моментов про сегодняшний заход. Во-первых, знаем, что тренер ставил задачу почувствовать себя, скажем так, в своей тарелке среди лидеров европейской ходьбы. Ты как чувствуешь? Ощутил себя действительно на равных с ним, а то и вот прям лидер-лидер? Да, ощутил. Борьба была серьезная. Все показали то, на что готовились. Какой момент было совсем тяжело? Совсем тяжело было два раза. Где-то до 10-го километра и там 13-16-й было тяжело. Но с помощью большой поддержки, меня поддерживали много разных тренеров из разных стран. И наши и другие участники, даже эстонцы, которых я обгонял раза 3-4, они мне кричали «Вася, давай!». С помощью всей этой поддержки огромной я смог перебороть себя и заработать эту медаль. Был момент, когда, ну, наверное, перед десяткой ты там шел шестым или седьмым. Вот было тревожно, что не получится куда-то там к медалям поближе зацепиться? Да нет, не было тревожно. Тем более, вот, если это десятка, то еще половина пути, еще половину отвалятся. Поэтому, ну, еще ничего непонятно не было. Потому что первый шел там «Босфорд», а мы его догнали потом. Поэтому спокойная ситуация была. В принципе, работали. Какой-то чуть оставалось, ты шел третьим, испанец был впереди. Вот здесь как-то понял, что надо вот сейчас уже его нагонять, выходить вперед? Ну, да. Мне еще многие тренера из других стран кричали, что все, он уже стоит, ты его догонишь. Там перебили. Он и правда уже шел медленно, а я скорость чуть добавил и смог догнать его. Но он даже цепляться не стал, поэтому такой борьбы не было. И просто обогнал его и все. Взял реванш у него. На 10-м, 13-м, 16-м, где было тяжелее всего, что себе говорил? Ничего себе не говорил. Я только слышал, что мне говорили. А что говорили? Говорили, терпи. Там ты сможешь, догонишь, стой, потом переберешь. Ну, благодаря поддержке огромное. Всем спасибо огромное. Расскажи про вот это братство спортивной ходьбы. Ну, то есть все спортсмены друг другу помогают. Вот вначале мы шли, я до губки не дотянулся, мне спортсмен из Турции подал губку. Потом, позже, он не мог дотянуться, я ему дал свою губку. Испанцы там помогали, итальянцы. Итальянец испанцы. Ирландец мне разок тоже помог, дал губку. То есть у нас все это как-то уважение. Все друг другу помогают, если видят. Вот даже ситуация была, Босфорда когда догоняли, он шел впереди. И там упал, по-моему, француз. Ну, что-то плохо стало, а он упал. И Босфорда такой поворачивается, и сидит, говорит, смотрите, типа, он упал, идите, помогите ему. А то есть даже как-то скорость чуть сбавил, чтобы сказать, что вот участник уплох. И пошел дальше. Вот. По запискам правильно поняла? Ничего сегодня не было, все чисто? Нет, было. Одна записка была. Фаза полета, но я ее тоже как-то проглядел. Потом два предупреждения дали на повороте, согнутая, и еще какую-то, и фазу тоже одну дали. А так одна записка висит. Что случилось с Линке? Мы как-то вот немцы пропустили, даже не скажи. Ну, я подошел к тренерам, из Германии, к тренерам, спрашиваю. Спросите у Линки для меня, типа, почему он всегда на всех соревнованиях уходит вперед, а потом его всегда ставят, мы его догоняем. На что они мне отвечают? Только Бог знает, почему он так делает. То есть, они сами не знают, они ему всегда говорят, встань в группе, иди в группе. А он, ну, просто он всегда наступает на одни и те же крабли, выходит вперед, а там, я не знаю, что с ним. Видимо, ему переоценивает свои возможности, вот, и не может побороть себя. А вот англичанин, который очень долгое время лидировал, тоже та же ошибка была сегодня у него? Да, у него, не знаю, я вообще шел, думал, его снимут, и все, я не знаю. Его всегда как-то снимают, ставят загон, поэтому, я не знаю. Ну, под конец ему тоже было тяжело, это было видно, поэтому, ну, не знаю. Ну, тактика все-таки, спортивная ходьба, это тактика. Ну, естественно, это тактика. А тем более, один вдвоем, вы если встали, пошли, вы далеко не уйдете. Группа все равно догонит, потому что в группе людей больше, мы, если вы видели, менялись постоянно. Ну, я стоял сзади, мне это, а там вышел то испанец, то итальянец, то швед, они, то есть, как-то каждый круг менялись, менялись. То есть, сил больше, отдыхали, а они просто по-одному шли, и у них не было поддержки, то есть, они ни за кем не тянулись. Можно сказать, что после этого старта еще более уверен в себе стал, и планомерно, спокойно, уверенно готовишься к чемпионату миру, к миру вдвоем. Ну, да, наверное, да. Самый писатель. Субтитры подогнал «Симон»